Вот случится же иногда, сохранишься не вовремя, а потом вертишься, вертишься, как белка в пяти секундах сурка. И говоришь себе потом, вау, об этом надо обязательно рассказать друзьям, а они тебе в ответ, да у нас такое тоже было. Это пример созданной игрой истории, потому что шутер Max Payne не проектировался, чтобы рождать такого рода моменты, это произошло там благодаря хаотическому взаимодействию игрока и игры. Вот на эту тему я и хочу порассуждать. В общем, вы находитесь на stopgame.ru, меня зовут Иван Лоев, и сегодня давайте поговорим об играх, которые умеют создавать истории, а не только их рассказывать, а также о том, как они это делают. Пожалуй, самая популярная серия, умеющая создавать истории, это исключительно добрая и милая The Sims. The Sims известная тем, на какие зверства она толкает девочек, ведь интернет полнится историями про гигантские лабиринты на дороге к туалету или холодильнику, про замурованных в стенах домов непослушных детей и прочую жуть. Впрочем, играют в The Sims не только девочки, а о видеоигровой жестокости я уже делал отдельное видео. Сегодня мы, в общем-то, концентрируемся на другом. Для начала ответим на вопрос, почему The Sims генерирует истории? И ответ довольно прост, потому что геймплей строится вокруг конкретного героя или группы героев, с которыми постоянно происходят всякие штуки и не по воле сценаристов, которые заранее все расписали, что, когда и с кем. И для того, чтобы не открывать портал в литературоведческий ад, мы давайте сегодня это и примем за определение истории, что в широком понимании это просто некая последовательность событий. И тут возникает первая проблема, потому что прохождение игры это в любом случае последовательность событий. Марио побежал направо, Марио подпрыгнул, Марио ударился башкой в висящий в воздухе кирпичный куб, а потом оттуда вылез гриб и Марио его съел. Звучит броско, но опять же это не то, что мы ищем, ведь у каждого эта последовательность будет примерно одинакова ввиду линейной структуры уровней Марио. Но вот, например, есть Тетрис, где монотонное складывание фигурок титроминов в стакан создает видимый метр драматического напряжения партии, ведь чем больше наполнен стакан, тем меньше у игрока времени на вальяжные размышления о том, куда оставить очередную фигурку, а значит, тем ближе потенциальный конец партии и тем крупнее капли пота на его лбу. Ведь, как мы помним, удачи забываются, а ошибки копятся. Но на самом деле нет, ведь важны оба эти элемента, потому что хорошая история это драматическая кривая из различных решений героя или героев, некоторые из которых правильные, чтобы можно было порадоваться, некоторые неправильные, чтобы можно было понегодовать или посопереживать, а некоторые могут быть вообще необъяснимыми. Потому что зачем мы смотрим, читаем, слушаем и играем, чтобы испытывать эмоции? А эмоция это реакция на изменение состояния героев. Монотонное и однообразное «Арагурн сто тысяч раз правильно перескочил с правой ноги на левую» не имеет никакой ценности, поэтому в кино замещается зрелищными пролётами камеры над живописными пейзажами под эпичную музыку. Ну, либо это какой-то анекдот. А знаете, какое слово рифмуется с анекдот? Купикот! И нет, это не два слова, это одно. Так называется сервис пополнения баланса Steam, где вы можете закинуть деньжат себе в кошелёк. Сделать это А. Просто от вас требуется минимум телодвижений. Б. Дёшево. У Купикот самая низкая комиссия на рынке, а с нашим промокодом она станет ещё на 2% меньше. И В. Это безопасно. Достаточно указать только логин, никаких паролей и других данных. Аккаунт не в российском регионе. Не проблема, для казахстанских аккаунтов услуга тоже доступна, причём с удобным встроенным калькулятором, учитывающим актуальный курс валют, а для других регионов можно купить карточки пополнения по выгодным ценам. Однако, в соответствии с названием на Купикот, можно покупать и сами игры, в том числе те, которые недоступны в российском регионе Steam, их вам пришлют гифтом. Но на самом-самом деле, Купикот это целая экосистема. Здесь проводят турниры и розыгрыши призов, а зарегистрированные пользователи за каждую операцию пополнения баланса Steam или покупку получают кэшбэк. В общем, где найти все нужные ссылки, вы знаете, промокод на экране. А я продолжу свой рассказ. Так вот, драматическая кривая. Интерактивных развлечений это касается таким образом, что большинство современных крупных проектов как-то боится дать игроку шанс ошибиться. Автосохранение на каждом шагу, невидимые стены перед обрывами, слепо-глухо-тупой и... И соглашусь с Максимом Орловым, который в недавнем разборе Deus Ex говорил о том, что быстрые сохранения убили жанр иммерсив сим. Да и вообще поломали некоторые фундаментальные основы игрового веселья, потому что в его основе лежит взаимодействие героя с множеством заложенных в проект систем. А благодаря пресловутому сейв-скамингу любая ошибка, собственный недосмотр или неудачный бросок кубиков, во-первых, легчайшим образом нивелируется, а во-вторых, не оставляет последствий, что отсекает необходимость взаимодействовать с произведением как с целостной системой, позволяя людям концентрироваться только на одном ее аспекте. Получается, что человек покупает бургер, но съедает из него только котлету, а остальное выбрасывает. Хотя проектировался этот самый бургер как цельное блюдо. Таким образом, игроки отбирают у самих себя шанс испытать хоть какой-то новый опыт, наткнуться на что-то неожиданное, увидеть что-то там, куда в других условиях они бы не полезли. И, к счастью, не все игры таковы. Примером идеального иммерсив сима, в котором герой постоянно влипает в какие-то новые ситуации и должен выкручиваться, запросто может стать Shadows of Doubt, проект, который вышел в ранний доступ буквально весной этого года. По сути, это воксельный процедурно-генерируемый детектив. Перчинка состоит в том, что он работает полностью на процедурной основе. Игра сама создает окружение, небольшой квартал современного города с многоэтажной застройкой, населяет его людьми и прописывает им распорядок дня, выдает работу, просчитывает взаимоотношения, кто кому сват, брат, коллега, ревнивый бывший муж или кто похуже. А потом в этот муравейник вбрасывается протагонист, которому игра предлагает расследовать преступления, совершаемые местными жителями. Типичное дело тут выглядит так. Прибываешь на место преступления и осматриваешь его, пытаясь для начала установить личность убитого. По фоткам и документам в квартире осознаешь. Ищешь орудие убийства и снимаешь со всего вокруг отпечатки, чтобы примерно восстановить картину произошедшего. После чего начинаешь обшаривать квартиру и электронную почту в поисках наводок на предполагаемого убийцу. Дожидаешься ночи, под дождем топаешь на работу к жертве, долго возишься с системами местной автоматической защиты, но в итоге влезаешь в архив личных дел работников, и тут... ХОБА! Совпадение по отпечаткам на орудий убийства. Складываешь 2 плюс 2, и все, можно сдавать дело. Прелесть Shadows of Doubt состоит в том, что в отличие от большинства детективных адвенчур, здесь никто не держит игрока за ручку и не ограничивает ни на одном из этапов. Во время осмотра места преступления, во время опроса свидетелей, во время определения круга подозреваемых и осмотра их квартиры, во время задержания обвиняемого, если вы решите самолично этим заняться. Вас ведет только ваша логика. Поэтому важной и неотъемлемой частью игрового процесса становится доска с уликами, куда игрок развешивает все находки, карточки персоналей, самостоятельно сцепляет их ниточками, и потом медитирует, делая выводы или выискивая следующую зацепку. В контексте темы сегодняшнего видео Shadows of Doubt, конечно, читерит, потому что она буквально сама генерирует простенькие истории с помощью шаблонов, подставляя туда разные имена в графу преступник и жертва. Но здесь в дело вмешивается человеческий фактор, ведь игрок эту шаблонную историю расследует самостоятельно, по крупицам, сам собирает пазл у себя в голове, и это создает чувство сопричастности. К тому же живой человек может совершать ошибки, как я уже говорил раньше, может влипать в нелепые ситуации из-за особенностей здешних раннедоступных пока еще механик. Короче, у нас в блогах есть тема с небезынтересными литературизированными историями расследований, я настоятельно рекомендую ее к ознакомлению. А от себя, честно признаюсь, что вот я провел в игре больше 10 часов, и у меня каких-то прям внятных, крутых, увлекательных историй пока не было. Я то просто прогуливаюсь по улице, получу заряд дроби в лицо ни за что из ниоткуда, то в вентиляции запутаюсь и помру от голода и холода. Но вернусь к основной идее. Мысль в том, что интересное взаимодействие с игрой это возможность ошибаться и, невзирая на косяк, продолжать ее прохождение. Заплатив какую-то понятную цену в виде штрафа, очков там или золота, времени на отсидку в тени, пока уляжется тревога, сложного или неприятного экшена или суматошного побега, короче, чего-то осязаемого. Но ошибки нужны. А для этого нужны шестеренки свободы. Под этим я подразумеваю две вещи. Во-первых, игре нужна непосредственно свобода в большей или меньшей степени, но протагонист не должен быть связан о коме коридорного строения уровней, жесткого следования сюжету и тирании скриптовой режиссуры. Во-вторых, в рамках этой свободы должны действовать какие-то конкретные механики. Голод и усталость протагониста, тревожность окружения, смена дня и ночи и прочее, 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 прочее. И вот такие, Ага! Ваня, ты про песочницы и выживачи говоришь! А я тихо прошепчу, не совсем. Смотрите, есть достаточно конкретная разница между тем, как работает Факторио и, например, Римворлд, где я тоже провел уже почти 500 часов. Глобально, обе игры о том, как в эпоху освоения космических горизонтов, главный герой оказался на не очень дружелюбной планете и теперь хочет улететь. И вот Факторио говорит, над тебе огромный процедурно-генерируемый мир, ресурсы которого надо утилизировать для строительства ракеты и обороны своих логистических систем от населяющих окрестности жуков. Но это классические инженерные или программистские, как я их обычно называю, истории а-ля «Я придумал, как более эффективно устроить переплавку руды!» «Я придумал, как сделать так, чтобы поезда не стояли на перекрестках!» То есть на поверхности таких речей сразу проступает механическая основа игры, как и во всех рассказах из Бролёва к ДНД, когда кто-то кинул Д-20 и выпала единичка или двадцатка в самой неподходящей ситуации. В той же мере, например, старорежимные рогалики тоже создают истории посредством комбинаторики процедурной генерации и множества работающих внутри механик. Но вот RimWorld тоже процедурно генерирует окружение, причём в масштабах целой планеты, и тоже ставит перед игроком конкретную цель. Тебе надо свалить отсюда. И здесь тоже надо добывать ресурсы, защищаться от внешних агрессоров. Но вместо инженерных штук и заморочек игра эмулирует штуки человеческие. Каждый персонаж здесь — это сложное нагромождение взаимосвязанных параметров и состояний. У него есть характеристики, предыстория, голод, усталость, реакция на температуру окружения, его освещенность, прибранность, на занятия, которым он занимается, на одежду, которую носит и которую носят люди вокруг. А здоровье каждого неписи — это не просто полосочка ХП, а детальная замороченная система с количеством крови в теле, с учётом боли в отдельных его частях, с возможностью проводить ампутации и ставить протезы, схлопотать в процессе какую-нибудь инфекцию, которая распространится на всё тело и в конечном счёте, короче, убьёт вообще человека. А поверх этого все персонажи имеют какие-то социальные взаимоотношения, у них есть разные верования и вагон разных перков. И всё это оказывает влияние на геймплей. Очевидным образом, ну, типа, человек-соба не любит бодрствовать днём, человек-вегетарианец не будет есть блюдо с мясом. Но есть и менее очевидная подложка. Всё происходящее влияет на психологическое состояние героя, которое едва ли не важнее физического здоровья, потому что если персонажу сломали ногу, это неприятно, но поправимо. А если у персонажа-клаустрофоба рвёт крышак от постоянного нахождения в замкнутых помещениях, он может и на людей начать кидаться, и окружение ломать, и вообще вести себя неадекватно. И это не исправить, единственным челчком, вынеся свою базу куда-нибудь на открытый воздух. В результате, в каждый момент у игрока есть какие-то общие цели, которых ему постоянно надо достигать. Обеспечить поселенцев едой, крышей над головой, построить склады, кухню, наладить энергоснабжение, возвести защитные баррикады и т.д. и т.п. до бесконечности. Но в процессе выполнения этих задач наваристый бульон из персонажей, их отношений и разных перков будет создавать те самые человеческие флуктуации. То кто-нибудь женится, а потом разведётся, и психующие бывшие супруги изобьют всех пытающихся их усмирить колонистов. То охотника на охоте бешеная белка покусает, и он от заражения умрёт без должного ухода. Кто-нибудь может спросить, вот в 23-м году ты, Ваня, выпустил целых два видео про двор Фортрес, где, в общем и целом, описал то же самое, только под фэнтезийным соусом. И да, и нет. Двор Фортрес, несомненно, явилась прообразом Римворлд, но ключевое отличие Римки состоит в том, что она уменьшает масштаб происходящего, чтобы игрок персонально привязывался к каждому из своих немногочисленных жильцов. Ну, может, не привязывался, но как минимум, чтобы он постоянно их видел своими глазами. Но и Римворлд не боится даже мелкие детали из описания персонажа заставлять работать не только на флёр и атмосферу, но и оказывать влияние непосредственно на геймплей, создавая баланс между симулятивностью в зависимости всего от всего и весельем, когда эксперименты всё-таки поощряются, а не жестоко наказываются. Вот в Двор Фортрес оставленный без еды и воды персонаж может выживать несколько недель, что не столько нереалистично, сколько как будто бы намекает на то, что голод и жажда ну, в общем-то, не такие уж и важные механики. В Римворлд попаданцы, оставшись без еды, начнут грызть камни от безысходности уже через пару дней голодовки. Впрочем, всё это ещё не учитывает тот факт, что в игре действует свой AI-рассказчик, по воле которого катка может проходить как без сучка и задоринки, так и наоборот в режиме полного аврала, когда на вас будут валиться стаи озлобленных животных, механоида, многодневные токсичные ливни, превращающие окружение в выжженную пустошь и рейдеры всех мастей. Так что жить станет очень весело, но очень сложно. Сказал AI и сразу понял, что наверняка есть люди, которые такие «Хей, Айван, мы живём во времена нейросети, и любой чат GPT и Notion AI при правильном запросе может тебе выдать историю». И есть даже такая игра называется AI Dungeon Слабецко, в которой ты совместно с нейромастером ведёшь свою небольшую партию. Ну, тут всё довольно просто. Нейросеть, конечно, крутой инструмент для того, чтобы сгенерировать какую-то простенькую идею, но на роль адекватного данжен-мастера они пока не претендуют даже блины рядом. Максимум, на что способна та самая AI Dungeon в её нынешнем виде создавать пародии на сны. По одной простой причине. Мастер постоянно теряет контекст событий, локаций, персонажей, из-за чего смена сцен далеко не всегда кажется объяснимой логикой. И на самом деле, когда я говорю, что игры, умеющие создавать историю, мало популярны, я лукавлю, ведь практически любая ММО строится на том, что есть один огромный мир, в котором свои приключения переживают тысячи людей. Поэтому есть множество различных историй с полей той же World of Warcraft, где имело место, например, чума порченной крови, когда из-за бага дебаф, изначально замкнутый в локации одного босс-файта, вырвался в общий игровой мир и, передаваясь от персонажа к персонажу, стал убивать NPC и низкоуровневых игроков, вынуждая здоровых персонажей прятаться, а других, наоборот, играть роль агрессивных разносчиков. В общем, в 2005-ом в Вовке случился виртуальный ковид, который даже после изучали ученые. Или вот Ифонлайн, где суммарная стоимость уничтоженных в ходе некоторых сражений кораблей переваливает за реальные сотни тысяч долларов, а причиной их становится банально неуплата кем-то аренды. И где происходят наемные убийства, планомерная подготовка, которых занимает год реального мать его времени. Лично меня радует, что в последние годы стали популяризироваться кооперативные игры про подлодки, космические корабли и подобные им штуки, где у каждого человека появляется своя конкретная роль и зона ответственности. Кто-то рулит, кто-то все чинит, кто-то стоит на пушках, кто-то вправляет раненым кости. Самой свежей и громкой новинкой на этом поприще за последнее время стала наверное бра-травма про бравых изучателей подлёдных океанов Европы, той, которая спутник Юпитера. И просто за счет того, что в подобных проектах действует с одной стороны та самая свобода и множество механик, а с другой игра всем этим не душит, давая возможность людям импровизировать и отыгрывать роли, рождаются многочисленные интересные эпизоды. Хотя конкретная барка способствует этому тем, что авторы озаботились населить свой мир всякими причудливыми диковинами вроде артефактов, вызывающих у команды галлюцинации или балластные флоры, которые селятся в соответствующем отсеке и постепенно захватывают управление кораблем впоследствии и топят его, если вовремя не принять необходимых мер. И встреча со всеми этими штуками это гарантированно уникальный опыт. Так, ну я продолжаю это зеленое говно отстреливать, да? Видимо, да. Да, продолжаю. а херня, которая меня покусала-то, она где? Я ее уничтожу. Что, бля, ожила? Пушка ожила? Твою мать! И все это многократно обостряется в режимах вроде Амогуса, когда на борту оказывается трейтер, который должен, оставаясь эффективным членом команды, достичь каких-то своих целей. В меньшей степени генерация историй свойственна проектам вроде фазмофобия по той причине, что там очень репетативные забеги, так что генерация интересного ложится на плечи самих играющих. А вот Little Company Little, Little, не Little, за счет довольно увесистого списка опасностей и методов избавления от них отлично генерирует эмоциональные и запоминающиеся эпизоды. все еще все чисто вокруг. Ой, нет, не чисто, не чисто, тут прямо возле корабля огромный этот, он пришел на корабль. Рядом с кораблем херня, Даур, вернись. А, он зашел, ётить твою налево. Илья? Илья, сейчас он остался. Илья, пухай пиво, пока не поздно. Но если нужны персонажные арки, невероятные твисты, повороты и рояли, абсурды драмы высочайших степеней очистки, то все это может предоставить столь же легендарное, сколи культовое Space Station 13. Игра, в которой впору посвящать отдельный здоровенный ролик, который все равно не передаст до 10% того кайфа, который можно получить от непосредственного участия в процессе. Значит, на бумаге все очень просто. Берем корабль из прошлого примера, эскалируем его до размеров космической станции, в честь чего собственно игра и называется. Многократно увеличивается количество ролей, доступных людям, сложность механик и действующих систем и получается отдаленное грубое представление о том, что здесь может происходить. Отдаленное, потому что каждый человек на станции это кто-то живой. Здесь не существует NPC, даже искусственный интеллект станции отыгрывается живым человеком. Работает это следующим образом. Игра делится на сессии, партии, эпизоды, кто-как называет. В начале раунда на пустующую научную станцию прибывают люди, здесь им предстоит работать. Капитан будет командовать, инженерам надо настроить реакторы и отладить энергоснабжение, бармен будет смешивать коктейли, ученые будут набухиваться и бревать на пол, в этом самом баре, а уборщик все это будет смывать. А журналист напишет заметку «Невероятное открытие местных ученых, если много бухать, то можно кто-то может оказаться засланным казачком из конкурирующей корпорации, где-то на станции может появиться личинка чужого, может высадиться десант диверсантов синдиката, внезапно проснутся культисты, маги, вивля революсион, из биологического осека вырваться помидоры убийцы, из инженерного миниатюрная черная дыра, короче, невероятная уйма вариантов. В результате раунд может обернуться буквально чем угодно, космическим хоррором, боевиком в духе крепкого орешка, слэшером, где неизвестный убийца потихоньку вырезает всю станцию, а команда никак не может с этим справиться, абсурдистской комедии в духе какого-нибудь Монти Пайтона или трагедии с драмой, а еще более примечательно то, что благодаря тому, что все вокруг отыгрывают реальные люди, самой запоминающейся частью смены может быть не спасение от ужасного монстра или гениальная детективная находка, позволившая вычислить предателя, а что-нибудь совершенно банальное на первый взгляд, потому что один из самых запомнившихся мне лично раундов вообще был лишен экшена, я устроился работать снабженцем, то бишь таскать вещи со склада до всяких отсеков, и после того, как изначальные заказы были распределены по отделам, мы с начальником просто взяли себе по пиву, заперлись и полтора часа вели задушевные разговоры о космосе, звездах, о прошлом своих персонажей, а потом прозвучала тревога и мы свалили в шаттли. Все. На самом деле рассказывать о Space Station 13 сложно еще и по той причине, что игра не существует в каком-то едином, четко зафиксированном виде. Так как это бесплатный проект с открытым кодом, то на каждом сервере здесь, так сказать, своя атмосфера, свои правила, своя карта, свой ростер профессий, свои доступные расы, свой допиленный лор, свои надстройки механик, интерфейсы, своя политика, модерация, все. И помимо уникального игрового опыта, все эти сервера объединяет одно. По этим текстурам топтались к мамонту. На самом деле, я сейчас имею в виду не столько даже внешний вид. Понятно, что небольшие инди-команды, стоящие за большинством приведенных сегодня игр, не могут позволить себе дорогой графон и миллион записанных анимаций для каждого действия персонажа. Но, например, пять лет назад многие критиковали RDR 2 за переусложненное управление, хотя казалось бы, геймпад есть геймпад, кнопок там не так и много, все под пальцами и удобно расположены, к тому же. Но, Rockstar Games хотела, чтобы Артур Морган мог взаимодействовать с окружающим миром не только посредством пальбы, и ей пришлось идти на такие жертвы во имя обогащения игрового опыта. И все равно столько жалоб. А это напомню Rockstar Games. А теперь представьте, что список вариантов взаимодействия с окружением и персонажами в той же самой Space Station 13 на порядке больше, чем RDR. На порядке больше, чем в RDR 2. Вплоть до того, что здесь можно конкретные провода замыкать, чтобы двери открывать. А финансовые возможности у студии на порядке более скромные. И получите примерное понимание того, насколько неудобно и косолапо и ощущается Space Station 13 большую часть времени. Потому что ее задача не развлечь игрока буквально тем, что происходит на экране, но подкинуть дровишек в топку его воображения, чтобы разжечь там пламя и поддерживать его. И эта проблема отнюдь не только космической станции. Все игры сегодняшней подборки страдают и от условности графония, и от переусложненности и перемудренности управления. Результат? Да, общаться с Space Station 13 приходится исключительно буковками в чате, разбирая тонны текста, не всегда хорошо сформулированного, не всегда хорошо структурированного. Да, для освоения интерфейса большинства таких игр нужны отдельные гайды, а графика зачастую вызывает в лучшем случае смешанные эмоции. Ну, либо это гиперусловные фигурки из Dream World. Но взамен вы получаете возможности, которые другим игрокам и не снились. А еще, если возвращаться к мультиплеерным вопросам, люди есть люди. Каждый считает, что это его личное соло-приключение, и оно должно развлечь лично его, из-за чего кто-то может метагеймить, то бишь выходить из своей игровой роли, кто-то может занять роль, не зная, чем он вообще должен заниматься и заруинить тем самым катку и себе и всем остальным. Да и хотят все разного. Кто-то мечтает спокойно разбираться в новых механиках, кто-то хочет движухи экшена приключений, так что помимо того, что предстоит разобраться в самой игре, зачастую еще придется потратить время на то, чтобы найти свою уютную гавань. Заметили, как все то, что я только что перечислил, созвучно проблемам ДНДшников. Я не про конкретную систему, я про сам формат настольных ролевок. Потому что это ультимативная форма коллективного создания историй. Вон, Critical Role не даст соврать. Но одна из главных проблем видеоигрового воплощения этого принципа отсутствие конечной цели. Точнее, не совсем так. Я уже говорил, что в RimWorld есть формальная конечная цель, движение в сторону которой не дает игроку быстро запутаться в паутине подхода развлеки себя сам и подталкивает к новым вершинам. Но дело-то не в том. После достижения концовки, в отличие от Max Payne, The Last of Us или любого сюжетного проекта, RimWorld не заканчивается. Можно сказать, что как в каком-нибудь тайкуне или стратегии игроку сообщают ты освоил все системы и научился играть. Но, как и Двор Фортрес, как и Баратравма, как и The Sims, как и все игры, попадающие под категорию создающих истории, RimWorld о другом. Она не про сложные механики выживания и симуляцию крова и теплопотери организма при разных ранениях, замороченную добычу ресурсов, комплексной цепочки, их переработки или физически корректное строительство. Разобраться с этими основами здесь достаточно легко. Эта игра спроектированная быть интересной, покуда игроку интересно экспериментировать, пробовать новые штуки, искать новые подходы в ней, в общем, творчески взаимодействовать, потому что, если пользоваться литературными метафорами, задача человека здесь не составить некое руководство по выживанию для чайников, а научиться писать приключенческие романы, где неизбежны художественные допущения во имя увлекательности сюжета. Ну, то есть, в градостроительном симуляторе вам, как мэру, парят мозг жителей поселения, требуя воду и электричества, парят логистические связи, налоги, всякая такая фигня. В Римворлде механики тоже вас парят, но при этом постоянно возникают какие-то ситуации, когда надо сделать выбор. И вот умение выйти из этого выбора так, чтобы получилась история, это требует и вложение сил и определенного склада ума. Вот такие дела. В общем-то, это все, что я хотел сегодня сказать, но далеко не все, что мне есть сказать по теме. Так что, если хотите раскрытие хитросплетений Римворлд и ее модов, разбора всяких разных вариаций станций 13 14 15 28 и вообще всей вот этой вот темы более предметной конкретно, не забудьте прожать лайк и оставить соответствующий коммент, чтобы мы тут это тоже прочувствовали. И тогда я скорее всего возьмусь за серию видосов. Ну, а главное любите истории, ищите и находите их вокруг себя. С наступающим и до скорых встреч на Стоп Гейм Ру.